Здравствуйте! Сегодня в гостях у авансены поэт, переводчик, публицист Анатолий Степанович Глушак. Здравствуйте, Анатолий Степанович! Добрый вечер, коллега! Анатолий Глушак, поэт, журналист и переводчик, руководил издательством «Маяк», составил первую антологию украинской морской поэзии, лауреат премии имени Константина Паустовского. Анатолий Степанович, вы уже на 81-м году жизни, полны сил, энергии, продолжаете работать, продолжаете переводить, продолжаете писать. Ну, немножко давайте про корни и про истоки. Вы в Одессу попали, когда поступили в университет, на филологическое отделение, украинский язык. И уже после этого вы в Одессе, так и остались в Одессе. Расскажите немножко об этом периоде. Это вторая половина 50-х годов, это оттепель и первые заморозки, это поэзия, которая владела не только умами, но площадями, театрами. Иконная милиция охраняла эти стадионы. Это первый магазин поэзии в доме книги с тыла в Украине. Только стихи и моя библиотека поэтическая начиналась с этого магазина. Это филфак, на котором работали пять членов Союза писателей, критики. Все фронтовики. И они так нас высматривали, подталкивали. И это говорит о том, что результат был такой, что за ближайшие 10 лет из Одессского филфака вышло около 30 членов Союза писателей, в том числе лауреаты Шевченковской премии. Володя Ревлоревский, наш бывший руководитель. Владимир Базилевский, мой однокурсник. Григорий Гусейнов и ряд других известных и в Одессе, и в Украине писателей. Жанры – это проза, поэзия, перевод. И самое главное, что Одесская организация была многонациональной. В 17-м или 18-м томе украинской энциклопедии новой, которая выходит, вы там уже есть. Да. Я пишу о многих писателях для энциклопедии и художниках. И там есть моя статья о ноте Лурье, еврейский писатель. В этой энциклопедии я написал то, что раньше никогда бы не попало в энциклопедию, что его называли украинским Шолоховым. Поднятая целина, а он писал о… Коллективизации. Коллективизация и село. Еврейские села были и так далее, и все. И, кстати, писал. Потом он перешел на русский язык после войны. У нас был серб, у нас болгарин был, Иван Мавроди. Прекрасная плеяда литераторов-фронтовиков. Это Иван Иванович Реатченко. Это Владимир Георгиевич Лясковский. Это юморист Владимир Иванович. Это переводчик и теоретик перевода Степан Кавганюк. Он перевел массу вещей с польского и других языков, но и с русского тоже. Там было и доме Герцена, и все. Но все от строчки до строчки, что написал Шолохов, было переведено Степаном Петровичем к Кавганюку. И, естественно, что такой коллектив, такая школа, она как магнит собирала людей и инициировала, и двигала нас, вдохновляла и подталкивала вперед. Анатолий Степанович, а когда вы пришли именно к переводам, к польским переводам, а если и почему к польским, почему не к болгарским, не к словацким и так далее? Почему именно польский язык? Ну, польский язык, я из Хмельницкой области, там есть польские села. И за каскадом прудов жили люди. Они уже говорили на непонятном языке, но я с детства помню хорошую сотню слов польских. А второе, в то время на филфаке начинали вводить спецкурсы. Болгарский, чешский и польский язык. Кстати, мой однокурсник, опять же, Йожев Андерш, есть чешское село в Котовском районе. Он оттуда. Писал стихи по-украински. И вот он записался, естественно, в тот семинарий. А через годы он в Институте языкознания работал. И их трое составили первый чешско-украинский язык. На сегодняшний день, на то время, когда я учился... Словать составили. Был из славянских народов только русско-украинский и украинский русский. За это время, что прошло, появились все. Последним, как ни странно, белорусский. Так вот, польский пришел нас вербовать, так сказать. Один преподаватель, второй, третий. И Микола Владимирович Павлюк, прекрасный языковед, так пару слов сказал, а потом прочитал стихотворение на польском языке. Давайте переведем. Мы буквально в первой строчке наткнулись на слово, которое не могли... Ксенжиц. Нос надо произносить, а то носовая. Ксенжиц. Никто не может. Он уже подсказывал. Ну, на небе княжич. В фольклоре украинском и русском луну месяц называют княжичем. И когда он это сказал, я уже решил, что я пойду на польское отделение. Вы мне перед нашей записью спросили на предмет прозы. Я литературные университеты, настоящие, вот такие профессиональные, что такое слово, стиль и все. Конечно, университет, конечно, чтение. Но я одно лето просидел, переводил рассказы Тадеуша Ружевича. Тадеуш Ружевич – польский поэт, драматург и сценарист. Лауреат многочисленных премий, член Польской академии знаний, член Баварской и Берлинской академии искусств. Он тоже претендовал на премию Нобеля. И вот шерваный экзамен, книжка, прерванный экзамен называлась, в основном рассказы были о войне. Но это выбранный ритм и стиль, языковой слой. И, казалось бы, что партизанка ихняя, польская. Они лежат в этом схроне и мечтают, как будет, когда придет победа. Рассказ называется «Море». И тот, 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 тот говорит, я сразу женюсь, а тот, там меня кто-то ждет, а тот еще. А в это время кто-то идет по кругу. Калейдоскоп. Почти детская такая штука. Да, я тоже посмотрю. Но в калейдоскопе был вставлен маленький кадр моря красивый. И там огонек светился. Тут сюжета нет. Сюда, туда. А он смотрел, смотрел. А я, говорит, хочу видеть море. И рассказ заканчивается тем, что он едет поездом. Где-то, по ходу, одна женщина, уставшая, склонилась и поспала у него час, и все, он боялся шелохнуться. Он видел это через окно проводника, о чем, казалось бы. А я вот тогда почувствовал, что такое художественное естество, художественная ткань. Анатолий Степанович, а Гомбровича не переводили вы? Я вам должен сказать, что Гомбровича я не переводил, но у меня он достаточно в библиотеке представлен. Я его пьес подарил каком-то юбилее Володе Наумце в русском переводе. А некоторые другие книжки у меня есть. Есть в Москве один частный издатель, он только издает польскую литературу, поэзию и прозу, сам переводит много. И Гомбровича. Я почему вас спросил? Я несколько лет назад, меня пригласили в жюри фестиваля в городе Радами в Польше. И фестиваль этот проходит раз в два года, но туда привозят со всего мира только пьесы Гомбровича. Только вот фестиваль посвящен только его творчеству. Из-за этих 9 или 10 дней, которые я был в жюри, я посмотрел несколько принцесс бургундских, там, наверное, 5 или 6, посмотрел его «Одружиня», и уже не помню название третьей пьесы, она была очень скромно представлена. А эти вот по 6, по 7 раз и разные версии. Ты смотришь, и вот этот фестиваль у них уже проходит 10, 15, 20 лет. Вот. И я подумал, с каким же уважением надо относиться к этому писателю, драматургу, чтобы найти деньги на то, чтобы со всего мира везли его пьесы. И какой это тоже шаг по пропаганде собственной литературы, собственной драматургии и так далее. Вернемся на минуту к Шимборской. Ее книги выходили вот в таком формате. До 25 стихотворений. Это книжки, купленные в нашем магазине «Дружба», «Преображенковская» и «Огол Соборки». После шестой такой книжки она получила Нобелевскую премию. Но в чем тут дело? При всех властях, Ярузельске, Гамолка, тому подобное, там все делали, чтобы... Они знали, что это очень сильная политеза. Чтобы ее книги переводили. То есть это им занимались посольства, министерства культуры и все. И она к этому времени была переведена практически во всех странах Европы. В Японии, в Индии, в Китае, в Австралии и в ряде стран Америки. Поэтому задержать это нельзя было. И это не только она такой пример. Свежайший лауреат в прошлом году, когда мне вручали в нашем консульстве, нет, в доме приемов, но генеральный консул Республики Польши награду за заслуги перед польской культурой. Я назвал Оля Гнатюк. Она имеет украинские корни. И таким образом, как бы, Украина уже может сказать, что она на подступах к Нобелевской премии. Оля Гнатюк – польская исследовательница в области украиноведения, переводчица и популяризатор украинской литературы, сотрудница Института словистики Академии наук, профессор наук МА, председатель общества промоции украинской культуры в Польше и польской в Украине. Часто подписывается, как Оля Гнатюк. Ну, я вам скажу, понимаете, вот даже Алексеевич, который стал Нобелевским лауреатом несколько лет назад, белорусская писательница, благодаря переводам, если бы она ее... Безусловно. Безусловно. Ну, и второе тут не убирается некой политической. Ну, политическая всегда присутствует, куда же без этого деться. Но, тем не менее, я просто говорю о важности переводов, потому что я в свое время спросил у литературного секторя Михаила Михайловича Жванецкого, я спросил, вот, ну, не было ли у вас попыток хотя бы... Вот Михаил Михайлович, ну, как мы его туда, несколько десятков миллионов его ценит, понимает, может быть, его как-то на Нобелевскую? И он мне ответил, нет, это бесполезно. Он не переводим, он ответил. Я думаю, что на самом деле, конечно, он переводим, просто не нашлись такие переводчики, которые могли бы грамотно это переводить. И не было вот того, что, и все. Может, даже тут была проблема Москва, Украина, и все. Москва любила, но тоже не занималась продвижением. Да, продвижением этим никто не занимался, да. На Запад хотя бы. Ну, послушайте, Алексеевич никто там сильно в Белоруссии никогда и не любил, в общем-то, но тем не менее... И еще я должен вам сказать, что... Вот Бабель в переводе. Я когда бывал, когда я работал в издательстве, директором «Маяка», часто ездил, мы издали тогда 10 совместных книг. Это в основном... Одна была проза «Берега», «Бригаве», а остальные были поэтические, разные темы. Все болгарские, или Одесса-Варна. И однажды я разговаривался с одним человеком, тот, о, Бабель. Я говорю, у меня есть Бабель на болгарском языке. Да ты что! Его перевел, называют имя и фамилию, «Кон гениаль!» Представить себе, там же русский, украинский, и вот все, как это! Жигон, безусловно, там же присутствует, конечно. Перевести, он говорит, слушай, ты владеешь... Также у меня есть и Бабель, просят уже в Литмузей продавать, и на чешском языке. Значит, он имеет все-таки... В Польше знают очень хорошо... Знаете, как говорят, нет плохих кухонь, есть плохие повара, да? Потому что любая кухня вкусная, только повар нужен хороший к этой кухне, понимаете? Наверное, и с переводами так же, да. Анатолий Степанович, ну вот все-таки, как бы вы оценили вот от себя роль переводчика, да? Ведь вроде переводчик же как бы... Он переводит, но на самом деле в литературном произведении он вкладывает свою душу, так же, как и писатель, потому что мы читаем произведение, и зачитываемся Диккенсом, или мы зачитываемся Драйзером. Там Драйзер понятия не имеет, что мы там читаем, какие слова там. Это уже то, что переводчик вложил в это. Я не скажу, что я дружил, но имею очень много книг с его автографами. Речь идет о Михаиле Дудине, великом русском поэте. Он жил в Ленинграде, в Санкт-Петербурге теперешнем. И как-то я ему, то ли в Ялте, в Доме творчества, он в Одессе бывал часто, сказал, что Михаил Александрович, там в Ереване вышла книжка Ливона Мкартычана, если бы сегодня был Вавилон. А книжное озрение выходила, такая газета на русском языке, и все, что в Советском Союзе официально уходила, там разные рубрики. Он говорит, так это мой друг. Я говорю, не можете посодействовать. И приходит вот такой Том. Он и теоретик, и все. На русском языке, это сборник статей, практические есть вещи, и все. И там есть примечательная одна вещь. Оказывается, в советское время армяне имели самый высокий процент населения с высшим образованием. Республика небольшая. И он говорит, он же и теоретик, и практик перевода, и он говорит, что когда мы начали переводить Льва Толстого на армянский, нам начали делать такие замечания, что зачем? Вы же все знают и понимают Толстого. Он говорит, это неправильность. Да, но перевести Толстого, осмыслить ее, и вот переварить этические, исторические, стилевые, и вот это вот, и уложить это, так сказать, переложить это в эти каменные, и как у них принято, значит, глыбы. И вы знаете, я это, как только я получил эту книгу, перечитал, я помню, я в Вечерке опубликовал статью, и потом, в общем, как доказательство того, что это способствует повышению культуры национальной. Самое яркое событие вашего детства? Ну, наверное, это можно опровергать, что я это помню. На десятый день войны отец на третий, приехал в село в отпуск, я маленький, и все, и война началась на третий день, всех мужиков брали, а на десятый день войны немцы тогда присоединили западную Украину, и все. Они, так сказать, бывшие советские границы к Волочистку моему, под Волочистку, на десятый день. Я об этом узнал, как быстро прошли немцы, уже будучи студентом. Как быстро. Но мама комсомолка, от то до сё, и три семьи, три женщины, мама, я, и мама моего брата, Беребина, и еще две папины сестры, там Володя, а там две девочки, под Вода, две лошади, и мы ринулись в эвакуацию. Анатолий Слепанович, а вот есть ли для вас разница, если есть, то в чем между патриотизмом и национализмом? Эти понятия тоже и клонируются, и их подстригают, или наоборот, набрасывают чем-то. И я думаю, что в каждом отрезке они тоже имеют какие-то свои оттенки и свою императивность. Спасибо вам, Анатолий Степанович, спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на ванцине были Александр Мордань, и человек, который всю свою жизнь посвятил украинской литературе и не только ей, а и мировой литературе, будучи многие-многие годы прекрасным переводчиком со многих языков. Анатолий Степанович Грущак. Спасибо, Анатолий Степанович, что нашли время. Подеваюсь до дзюста. Продолжение следует...